Итак, это естественно Аворион, мы с вами продолжаем. У нас как в одном из выпусков было, мы с вами снова дрон. И если в прошлый раз я сам удалил весь корабль, нажав delete, то есть выбрав всё, то в этот раз меня удалили враги. Я просто залетел в сектор, ну как бы, летел вперёд, запись была выключена. Летел вперёд, летел вперёд, нашёл вот здесь вот червоточину, залетел вот сюда, через червоточину, сделал парочку прыжков сюда, там вроде, ну так, неплохо, много астероидов, большое количество пиратов, довольно-таки сложных было. Прыгнул сюда, и здесь меня просто снесли с одного выстрела, то есть я прыгнул, так посмотрел по сторонам, вдруг ба-бах, и всё, один выстрел, серьёзно. Один залп и весь корабль в труху. То есть он сейчас находится там внутри корабль, по идее, я не знаю это сработает или нет, на максимальном уровне сложности вроде это работать не должно, на безумии. Честно говоря, не в курсе, это потом протестируем, потому что он там висит. У меня в кармане есть вот эта штука. Быстрый комплект восстановления, привязанный к конкретному кораблю. То есть если мы подлетим, используем её, он полностью восстановится, и мы сможем его оттуда забрать. Там довольно-таки много было несъёмных, установленных несъёмных вот этих вот как раз улучшений. Я не знаю, сохранились они в нём или нет, или всё. Но прямо сейчас я не могу его восстановить через ремонтную станцию, потому что это не даёт сделать, естественно, сложность. Если бы я играл на более низкой сложности, это, естественно, можно было бы сделать. Но это, с какой-то стороны, прикольно. То есть ты ценишь свой корабль. Мы можем, конечно, точно такой же отстроить, но, как понимаете, на корабле же ты устанавливаешь дорогие системы, дорогое оружие. То есть всё самое лучшее оружие и системы стояли там. Прямо сейчас у меня, честно говоря, ну, есть что-то. Если мы с вами, опять же, выберем инвентарь, отсортируем, но по редкости и так отсортировано. Но, честно говоря, в объём сюда ещё, знаете что? Хотя бы триней. В объём сюда триней. Есть у меня пушечки с тринейом и обычные, там, переработчики, спарено-очищающие, да? Хотелось бы, чтобы они были грубые добывающие или ещё что-нибудь такое. Но, честно, вот, грубый, грубородный лазер. Но, честно говоря, очень мало. Очень мало и сражаться практически нечем. Так что сейчас предстоит что-то делать. В общем, ну, естественно, в первую очередь что делать? В первую очередь это просто строить корабль. Давайте закладывать новый. И ты будешь у меня гига-шедоу. И строить мы будем частично из Ксаниона, частично из Триня. Ксанион, он более тяжёлый, но он, естественно, имеет более высокий класс брони. Триня это вообще самый лёгкий материал. Ну и, в принципе, по отношению к наунито, титану и железу, у него хороший класс брони. Но из Ксаниона как раз броню делать нельзя. Можно делать только из Триня, либо, например, из титана. Но в первую очередь мы с вами возьмём смарт-корпус и заменим наш основной блок на смарт-корпус. Соответственно, вот именно такой из Ксаниона. Потому что основной у нас сделан из железа. То есть у нас с вами раз и 162 единицы здоровья. Но это так, на самом деле, мелочи. То есть мы с вами сейчас будем строить всё это дело из Ксаниона. То есть всю сердцевину, это стандартно, у нас будет генератор. Я думаю, что я, наверное, сделаю, как и в прошлые разы. То есть у нас с вами есть вот этот стартовый блок. Я от него буду плясать. А, в ту сторону плясать буду. Хорошо, договорились. Давайте сейчас откатимся. Я не знаю, включать X я не буду. В этот раз у нас с вами корабль будет не в ширину так растянут, а в длину. То есть будем как-то с этим работать. Сейчас вырабатываем энергию в 18,9. Я хочу, чтобы энергия была, ну, прям подстольник, наверное. Что-то типа того. Я не знаю, хватит мне Ксаниона или нет, потому что Ксаниона на самом деле очень мало. Так, дальше мы с вами, знаете, что сделаем? Мы поставим здесь генератор полицелостности в середине. И отразим по оси Х, чтобы у нас с вами в две стороны одинаковое количество шло. Есть с этим готово. Дальше мы с вами возьмем, естественно, аккумулятор. Провернем, наверное, прям то же самое. И это сюда. Для запаса энергии 1,2 тараджоуля пока что все идет более-менее симметрично. И теперь еще раз падет генератор, потому что этого просто-напросто недостаточно. Я думаю, что где-то вот так вот. Это у нас 51 мегаватт. И, наверное, в центре тоже еще поставим. То есть вот эту основу мы с вами сделали из Ксаниона. Этого достаточно. И Ксанион на самом деле закончился, так что теперь переключаемся на 3 дней. Эх, блин. Ну, дальше мне на самом деле нужен генератор щита. Хотелось бы, опять же, из Ксаниона сделать. Потом мы с вами всегда сможем изменить. Тем более вы подсказали, как это делается при помощи глаза. Очень удобно, честно говоря. Я что-то как-то это дело полностью провафлил. Вот. Давайте-ка его сразу расширим, растащим. У нас будет половина там, половина сям. С щитов получится 68 тысяч. Мне кажется, вполне себе неплохо. Даже вот так вот. 73 тысячи щитов. Ху-ху. Уже перепрыгнули. Смотрите, куда. Да, нам бы сейчас с вами купить сразу команду. Но сначала все-таки мы для команды сделаем жилые отсеки. Это все еще будет боевой корабль, который именно будет стрелять, я думаю. Хотя можно... Да. Наверное, этот пока что еще будет стрелять из пушек. То есть он не будет у нас с вами авианосцем. Просто потому, что мне негде строить их. Можно, как я и пытался сделать на том корабле, строить на корабле. Как раз истребители. Но это слишком долго, да. И для этого реально нужно строить себе станцию. Потому что ты как бы заказал на станции. На станции можно построить очень большую мощность. Вот именно по строительству истребителей. И не париться. Здесь же нет, не получается. Итак, экипаж на 228. Ну так, в общем, конечно, слегонца круто. Я еще как-то криво поставил. Но более-менее сгодится. Из-за недостатка ресурсов придется пока что строить что-то этакое. То есть я имею в виду что-то, что нам будет просто-напросто доступно в плане средств. Потому что по-другому. Но мы с вами сейчас ничего не сможем сделать. Я думаю, вот этого мне хватит или нет? Чтобы для разворотов. 1, 1, 3. Маловато. Потому что сейчас мы с вами все-таки начнем обшивать броню. И брони у нас нету. Нифига. У нас нету тринья на броню. Мы весь тринью умудрились засандалить в пару блоков. То есть вот этот, господи, генератор щита, он сожрал очень много тринья. Ну и честно говоря, корабль получается длинный. Ладно, бог с ним. Пока что ничего красивого строить не буду. Потому что ресурсов на красивое нету. Пока что построим с вами что есть. Броню, как видите, делаю из титана. То есть вообще ужас. Потом будем менять на тринью. Что поделать? То есть как-то вот так вот. Ну это естественно, сами понимаете, остов будущего корабля. И на него уже будет дополнительное количество двигателей прилеплено. И прочего, прочего, прочего. Просто не из чего. Так что не получилось красиво. Но в принципе, я думаю, первоначальная форма. Ну мне нравится. Кстати, сюда можно пушки сделать, обтекатели поставить. То есть сейчас я не стал здесь накладывать какие-то интересные формы. Потому что мы с вами, ну как помните, можем тут края как бы спиливать, делать заостренные. Вот такие вот, ну что-то такое, чтобы здесь было что-то такое прикольненькое. Все, хорошо, это закрыли. С этим еще будем разбираться. То есть это нужно будет обшивать красиво, придавать ему форму. Сейчас другой вопрос. Я уже причалил, да, хорошо. Вот, мне нужно купить экипаж. То есть это будет где-то 14. Да по максимуму, наверное. И тех, и тех. Дальше штук 20, а то и 30 обычных. Мы их с вами будем обучать в того, кого нужно. Забираем, друзья, вас. И в принципе, все. То есть, сейчас мы с вами идем сюда. Автоматически распределяем. Я поставил небольшую академию, которая позволяет их, вот этих обычных членов экипажа, обучать. То есть я иду сюда и, например, заказываю. У меня есть 4 места одновременного строительства. Заказываю. Ну, кто мне нужен, я не знаю. Словно там инженера, да, побольше их, чтобы было 200% здесь. Давайте, 3-4. Соответственно, вот эти уменьшаются и будут потихонечку прибавляться инженеры. У нас с вами один лейтенант есть, прикольно. Парочку сержантов. Неплохо, ладно. Лететь мы уже с вами можем. Ну, то есть то, что я сейчас на самом деле их обучать поставил, это так. Это просто демонстрация. Легче сейчас долететь до суда верфи, которая вот где-то тут вот. Знаете, что плохо? Что мы с вами находимся в стартовой локации. Отсюда довольно-таки далеко туда. Но здесь есть одна маленькая хитрость, как можно туда быстренько попасть. А именно нам с вами нужно... Нам экипажа. Нам нужен капитан отдать ему задачу просто прыгать. Ну, прыгать туда, он там минут за 20 доберется. Но я, честно говоря, сначала хочу найти еще одного босса с Вокса и забрать у него его субсистему. Такую сирененькую, которая дает 10 турелек. Ладно, мы с вами сейчас это купим просто, чтобы было. У нас, кстати, да, в субсистемах нифига нету. Поставим несъемно боевые турели. Окей. Дальность прыжка. Я даже не знаю, ставить, не ставить. Дальность прыжка плюс 14. Хорошая штука, но перезарядка 3 минуты. На самом деле штука сейчас будет очень полезной, мне кажется. Давайте установим. Значит, установим с вами тогда щиты несъемно. Для чего? Потому что прыгаем и мы с вами попадаем к боссу... Ну, то есть к пиратам, с которым не можем справиться. Значит, нам нужны щиты. И щиты у нас с вами сейчас... Ну-ка, выбери себя, пожалуйста. Не могу, давайте через строительство. У нас с вами 247 тысяч щитов получается. Неплохо. Это нам даст довольно-таки серьезную защиту. Причем надолго. Что плохо, я торговлю потерял. Да. Ладно. Ну, зачем она мне, в принципе? Да пускай будет, ладно. Поставим пока что так. Дальше, в общем, если на то пошло, я предлагаю с ними тоже заключить альянс. Ха, 11 тысяч кредитов. Ну, держите. Бешеный грош. Есть все, мы с ними в альянсе. И это нам дает возможность купить у них, например... Давайте куплю продажу. У них довольно-таки дешевая система, то есть здесь есть услуги. Например, карта территории объединения. Полностью их карта за 500 тысяч от копейки. Во, все хорошо. Заглюк. Маяк торговой гильдии. Он позволяет вызвать торговца. Штука классная, просто сейчас, скорее всего, у этого торговца ни черта не будет. Ну что, используем с вами карту территории. Только не так, давайте сначала откроем карту. Посмотрим, у нас тут есть нераскрытые территории. Вот здесь вот смедонские кланы и прочее. Но, использовав эту штуку, давайте... Это лучше, чем исследователь, но за это нужно платить бабки. Давайте, используем бамц. Мы с вами получаем... Вот. Полностью знание о всей их территории и возможность с ними, например, торговать. Ну, правда, мы с вами не видим здесь никаких огромных вот этих астероидов. Ладно, это год. Дальше мы с вами идем и вызываем торговца. Где-то там, господи, вот он он. Давайте использовать торговец. Прилетел. Мы можем посмотреть издали, что у него есть, например. Послушай, как хорошо. Мне не нужно с вокса идти убивать, потому что у него продается то, что мне нужно. На 10 ячейк как раз субсистема. Давайте, этого расстояния будет достаточно. О, да, слушайте, я тормозные блоки-то в тебя не поставил совершенно. Я-то думаю, честно, я совсем не торможу, но просто по нулям. Инерционные блоки поставим куда-нибудь. Просто, я не знаю, таким шматом огромным бабахнем сейчас. Вот так вот, раз. Торможение 58,2 метра в секунду. Ну, хотя бы, чтобы было торможение. Все, есть. А то до этого вообще ничего. Так что, просто покупаем. Есть, окей. Получено достижение сделка. А вот турельки смысла брать нету, потому что они все по титану и по железу. Так что, это абсолютная ерунда. Но зато мы с вами здесь подняли просто шикарнейшие отношения. Можно тоже сейчас найти продавца и, собственно говоря, купить то же самое. У нас денег просто дофига. То есть, денег сейчас 21 миллион, и они по-прежнему продолжают течь. Я, правда, забыл, мне кажется, корабль отправить работать дальше, да? Да, бездействовать. 790-й. То есть, 790-й, фокус, будешь где-то здесь торговать. Давай, за один прыжок 493 тысячи принесет. Все хорошо. А вот там у нас здесь работают? Нет, здесь это просто моя станция. А здесь у меня, да, торговля идет. Вот здесь, кстати, есть фабрика турелей. И тут у меня есть вист. Я хочу, чтобы ты слетала вот сюда. Там просто еще поставщик фабрики турелей. Максимально быстро за 4 минуты старт полетела. Я ведь как раз в самом начале выпуска хотел обратиться к фабрикам турелей. И, видимо, нам придется это сделать. Так вот, я хочу сделать себе груборудные добытчики и груборудные утилизаторы для того корабля. Я думаю, вполне себе, да? То есть, у нас 73, 75. Вот это будет лучше всего. У меня, в принципе, есть лазерные компрессоры. Но их мало, кстати, да. Линзы для мощных лазеров. Проводники и сталь. Про это можно забыть. То есть, мне нужны компрессоры, модуляторы и линзы. И здесь то же самое. Как видите, одинаковые. Вот. И если какую-то часть мы можем купить прямо здесь, обменять лазерные компрессоры, 278 штук здесь продаются, и линзы продаются здесь, то вот лазерных модуляторов здесь нету. Но в этом регионе нам повезло есть поставщик фабрики турелей. Обменять товары. И у него есть лазерные модуляторы, 220 штук. Так что сначала долетим до него, возьмем модуляторы. И, возможно, этим она будет заниматься всегда, хранить детали для турелей. Потому что ты находишь турели, их лучше не продавать, их лучше не сливать, в плане того, чтобы на исследовательской станции можно как раз случайно получить хорошую турельку, но это шанс довольно-таки низкий. Лучше всего их разбирать и потом хранить в виде составляющих, а, естественно, когда тебе понадобится делать нужные турельки. Итак, модуляторы у нас с вами стоят по 700, нет, по 51 тысячи. Блин. Это дорого. То есть, если я хочу купить 10, это 500. Если я хочу купить 100, это 5 миллионов. Да, это 5 миллионов. Но я думаю, что мне 100 хватит. Ну хорошо, хотя бы компрессоры и линзы не такие дорогие, тоже дорогие. По 20 купим каждого. Того потратим еще 600 тысяч. Но это пока что. И давайте строить. То есть, грубородный добытчик. Я думаю, мы с вами можем, кстати, менять необходимое количество. Тем самым увеличивая всякие разные показатели. То есть, как видите, урон в секунду повышается по чуть-чуть. По капельке. Если мы лазерных модуляторов добавим, то эффективность повышаем. И именно это я и хотел сделать. Вот это мы с вами уберем. То есть, поставим на десятку где-то. Раз. Урон будет таким. Зато модуляторы нам дали 94% эффективности. Это у нас с вами повышает, я так понимаю, область. Пускай будет 5. Стоимость изготовления 252 тысяч. Мощь. Ну, тут... Я не знаю, вот эти вот единички, это фигня. Это, мне кажется, не стоит. Потому что слишком дорогие, по 10, самое то. Давайте крафтим. И сразу получаем себе... Оп. Элитный, выдающийся. Ну, естественно, их нужно побольше. То есть, мне нужно больше купить компрессоров. Так, понимаете, всего остального мне хватит. Ладно, хорошо. Груборудными... Мы с груборудными закончили. Так, я думаю, что из оружия здесь сделать? На это все у меня не хватает ни ракет, ни труп высокодавления, ни топлива. Да? То есть, интересно, есть ли это здесь? Смотрим. А я не вижу здесь этого ничего. То есть, нужно строить что-то такое, на что у тебя есть ресурсы. Орудие элитный. С расстояния двадцатки. Орудие. Трубы высокодавления, заряды высоковзрывчатого вещества. Ну, из боевых пушек мне только рельса нравится. Но здесь нужна пушка Гаусса, трубы высокодавления, электромагниты и электромагнитные заряды. И опять же... Мы это, мне кажется, здесь не купим. Вот, трубы высокодавления. Их нужно три. То есть, ну, возьмем двенадцать. То есть, это будет пускай сорок купить. Есть, хорошо. Сейчас еще раз проверим, сколько мы там можем ее поставить в рельсу. Трубы высокодавления максимум десять. Что они делают? Они повышают дальность. Но не сильно. То есть, пятнадцать шестьдесят четыре. Шестнадцать. Вполне себе, да? Вот так вот по шестнадцать, чтобы строили. Рельсовая пушка Гаусса, электромагниты, электромагнитные заряды. По идее, все это должно быть вот там же, где мы с вами уже были. Ну окей, предположим, у нас с вами абсолютно не получается найти электромагниты. И что мы будем делать? То есть, как нам это решить? То есть, здесь не продаются нигде электромагниты. Они нужны для пушек Гаусса. Мы берем с вами ту же самую вист. Выбираем закупку. Выбираем территорию для закупки здесь. Дальше выбираем здесь в товарах у нее электромагниты. Выбираем, сколько нам с вами нужно. Я не посмотрел, сколько. Черт побери. Ладно, вернемся обратно. Это повышает, естественно, урон. И повышает очень серьезно. Ну где-то 120 штук мне нужно, предположим, пока что. Потом закажем еще. Просто сейчас я очень серьезно потратил бабки. То есть, у меня осталось 800 тысяч. Это у меня на самом деле осталось 200 тысяч. Это уже... Это уже привезли. Так, подожди, сейчас. Фокус. Мы пойдем повоюем. Там уже напали на него засада. Так, включаем еще раз электромагниты. В самом низу. Выбираем. Пускай будет их 100... 200... 200 тысяч? Хм. Да ладно тебе. Вот это все? Пускай будет тогда 280. Задание будет выполнено за 14 минут. Вероятность засада 1%. Шанс на скидку 5%. Просто отправляем. И идем. Цепляем 790-го. Кто-то на него напал. Специально его делал сильным. Нет, пиратов он в этом регионе сносит на раз-два. Щит, они мне, конечно, потрепают немножечко. Но это не страшно. Разносись ты, господи, зараза такая. Есть хорош. Себя туда же. Он не красивый, но эффективный. Интересно, а что у него там за пушка такая сносит? Вот это, если не ошибаюсь. Сдвоенная рельса. Истриняя. Пушка, как понимаете, сносит. Очень неплохо, просто редко стреляет. Но вон там у нас. У них мощность-то огневая мощь. 1,6 тысяча микрон. Ну давай. Фига себе. Живет еще. Ну зато выпали системы прикольные. Интересно, чего там. Хамелеон. Это чтобы скрывать груз. Нужно будет еще позаниматься, наверное, контрабандой. Но может быть это... Я уже подумываю о том, что может быть второй сезон сделать. Потому что мне не очень нравится, как я все это дело прохожу. Ну как бы нормально. Но не то, чтобы очень хорошо. Можно было бы и лучше. Естественно, это происходит в основном из-за того, что я очень многое забыл. Чего-то я не знал. И из-за этого мне было довольно-таки сложно. Вопрос заключается в том, что вот сейчас ты мне просто должен 790. Ты где? Отдать бабки, которые я вложил, да? Хорошо, ладно. Ну и тогда отправляем тебя дальше. А еще у тебя в Грузии. Антигравинационные генераторы и экраны. Где мы их можем продать? Ну что, ВИСТ наконец-то закончил закупку. То есть у нас с вами теперь абсолютно все есть. Тут у него куча всего. Станция. Блин. Станция на другой стороне. Ладно, полетели. Вон она вот там вот. Ну-ка, капитаны есть хорошие? Нет, это ерунда. В общем, с капитанами тут на самом деле такая байда, что теряешь ты их. А у меня на том корабле три капитана сидело. Один основной и два в трюме. Вот это обидно. Ну что, пощупаем с вами рельсу. Давайте. Насколько она классная здесь. То есть вот это вот. Мы можем сделать. Мы ее будем делать максимально крутой. Единственное, что сервомеханизмы. Вот об этом я и не подумал. Они влияют на скорострельность. Скорострельность. Штука, как понимаете, нужная. Блин. Вот здесь прям все добавлять нужно. Все должно быть на максимуме. Чтобы и область была побольше, и скорострельность. Слушай, а ты сервомеханизмы продаешь или нет? Я очень надеюсь, что да. Чтобы мне больше не лететь. Да, он продает. У него их очень много. Если по 40 на штуку, то нам нужно где-то... Давайте 600 возьмем сразу. По 5 тысяч. Минус 2 миллиона. Ладно, нормально. Давай, все. Строим. Еще раз. По редкости. Сортанули. Делаем максимально крутые. Насколько это сейчас возможно. Опять же, как видите, у них урон в секунду не очень большой. Потому что они довольно-таки редко стреляют. Но зато основной урон, ну, довольно-таки неплохо. Хотелось бы, конечно, получше. Ну что, строим. Раз, два, три, четыре. Я думаю, что достаточно. Они сдвоены. По две ячейки, я думаю, вполне пока что нам этого споймы хватит. Потом, ну, тем более, не хочется все тратить сразу вот на вот это. Потому что нужно получше качеством. Это на Анид. А нам уже к Сане доступен. Или как там он называется, господи. Так, переключаемся на Гига Шэдоу. Он немножечко у меня оброс с грузовыми трюмами. То есть, вот там вот внизу на Анид стоит. Но это ерунда. Дальше к Сане вы и сверху отсеки для пассажиров. Это именно на них, наверное, сейчас я буду ставить. Вот сюда. У меня здесь уже стоит парочка пушек. Почему-то они как-то фигово стоят в этом плане. Это Тесла. Это у нас с вами электричество. Это у нас против истребителей. Оно не должно одно за другим стоять. Оно упирается в друг друга. Так что тебя мы сейчас пока что убираем. Мне просто так же нужна плазма, чтобы пробивать щиты. Вот у нас с вами на Анидная плазма. Здесь у меня стоит триневый. То есть, я могу спокойно сюда поставить. По щитам нужно лупасть обязательно. Потому что постоянно кто-то встречается с щитами сильными. Вы знаете, я сейчас, честно говоря, в шоке. У меня почему-то очень мало боевых турелек. Я что-то перепутал? А, это легендарные небоевые турели. А. У меня может быть 18 небоевых турелей. Мне нужно будет что-то убирать отсюда и ставить боевые. Ну, например, улучшение гипердвигателя. Как вариант. То есть, нужно все равно лететь и к воксе этого. С вокса убивать. Ладно, договорились. Значит, пока что плазменную убираем. И ставим рельсы. То есть, пошла рельсина сюда. Они же у нас с вами... Да, вот так вот. Хорошо. Раз, два. Вот сейчас нас с вокси и протестируем. Три, четыре. Все. Инвентарь. Выставляем вас в единичку. Ты что такое? Электричество камень. Ну ладно. Пока что пускай так. И полетели искать с вокса. Я думаю, сейчас через червоточину я прыгну вот сюда. И буду искать в этом регионе. Оу. А здесь что у нас такое интересное? Это пираты что ли? Да, бандиты. Ну-ка. И чего будет? Они на меня нападают? Я хочу посмотреть, что будет происходить. Shift-1. Атаковать. Shift-2. Атаковать. У нас с вами замечательная возможность посмотреть, как работают наши как раз истребители. Торпеды-то не страшно. Но они его сносят. Они его реально сносят. У нас здесь и пушки есть. То есть мы можем стрелять, в принципе, помогать своим как раз кораблям. Просто неудобно целиться. Хорошо. Пират, до свидания. Что это обновлено? Командование истребителями. Понимаете, так как астероид у нас статичный, то пушки, в принципе, могут стрелять только вперед. Единственное, что может его хорошо и мощно оборонять, это истребители. Что там он написал? Господи, реально. Говорят, вы успешно применили истребители и уничтожили врага. Молодец, за этот тяжкий труд хочу дать вам награду. Встретимся со мной в такой-то точке. Ладно, хорошо. Встретимся потом. Идите, атакуйте его. Так, сек. Они этого добили? Вот, нет, не добили, он улетел. Гаси этого гада. То есть, как видите, истребители вполне себе справляются. Главное, чтобы их было побольше. А чтобы их было побольше, нам их нужно побольше строить. А почему-то они не строятся. Этих... А, их, видимо, максимум. Что происходит? Нет пилотов. Все, я понял. Ладно, хорошо. Это мы сейчас с вами исправим. Вы знаете, у этой станции проблемы. Очень серьезные проблемы. Ну-ка, сколько мы с вами заработали? 24 миллиона отсюда. Неплохо. Ее нужно, честно говоря, спасать. Мне кажется, кораблей не хватает. Ну-ка, инвентарь. Подожди, подожди, подожди. Здесь было же оружие. Да, есть оружие. Ладно, хорошо. Триней. Давай, полетели помогать. Ты сейчас не допрыгнешь с одного прыжка, но мы сейчас... Блин. Вот так вот. Полетели, 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 братан. Все. Мы потом вернемся. Но вы знаете, в этом выпуске все пытаются нас убить. Серьезно, серьезно, да. Ладно. Ускоряемся. Блин, у нас очень мало ресурсов. Нам сложно, честно говоря, сейчас будет восстановить станцию, потому что она довольно-таки дорогая. Там и тринь, и прочее. Давай, 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 давай. Хорош есть. Эту разбили. Все, что ли? Нет, еще одна есть. Еще один корабль. Сейчас мы с вами все заберем. Орудие против истребителей. Грубородный добытчик. Ремонтный лазер. Вон он летает. А с остальными, видимо, истребители справились. Сложно сказать. Скорее всего, да. Очень неудобная камера у тебя. Так, стоп. Мне нужно вот так вот как-то приподнять. Да, все верно. Просто сносим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. На сектор, на сектор еще напали пираты. Отходим. У него какое-то очень неприятное орудие. Короче, ладно. Поставил все, что было. Надеюсь, справимся. Пятерку отключаем. Посмотрим сейчас. Может быть, броню стоило ставить, естественно. Ну, как бы, стоило, да нету. Не из чего сейчас. Этого снесем. Все хорошо. Как видите, они все потрепанные, потому что все-таки станция справляется, работает по ним. Они все без щитов, так что спокойно разносятся. Это очень хорошо. Ну, пошли. Блин, у нас боковых трастеров нету. И как-то нифига он влево-вправо не летает, не смещается. Где он? Да, хорош. У него так гироскопы, походу, работают. Сносим, гады, все. Невероятно. От это нападение, так нападение. Так, давай-ка тебе что-нибудь добавим, друг мой, потому что это просто нереально. То есть, так летать нельзя. Добавим тебе толкателей. Фу, а что с тобой происходит, это что за блок? У него, видимо, что-то отстрелено. Да, у него, видимо, что-то отстрелено. Возможно, даже толкатели какие-то. Но пока что поставим сейчас вот сюда вот такие вот. Давай динь вот так вот, 1800. Не можем. А, ремонт. Ну вот, я хотя бы чуть-чуть влево-вправо теперь могу смещаться, потому что это вообще был ужас. Это это совершенно невозможно. Было, правда, в таком, как вот они поставлены в виде, они хорошо смещают вверх-вниз. Расширенная грузоподъемность. Фу. Да уж, в общем, придется копать. Но все, самое главное, что мы ее с вами отбили. Это было очень жестко. Я предлагаю сейчас Стэнли перевести вот сюда. Там много сейчас ресурсов. Да, давай по-быстрому. За две минуты долетит. Фу. Вот это да. Вот это мы повеселились. Я не ожидал, что в этом выпуске именно такое произойдет. Но я доволен, потому что это на самом деле очень классный контент. Давненько чего-нибудь такого ждал. Давайте, торговля. Сейчас 790 и дурака валяет здесь. Должен, на самом деле, торговать. Дурака валять не нужно. Нормально. Одна охотка, есть шанс получить 900 тысяч, но, правда, 9% на нападение. Надеюсь, что все будет нормально. Ну и, естественно, гига шедоу. Давайте, переключаемся на него. Нам очень нужен триней. Без триней мы сейчас не отремонтироваться не можем ничего. Ну, как минимум, можно его купить. Здесь у нас с вами пиратская база. Ничего ошибко интересного. Пираты, тем более, довольно-таки слабые. Но наша задача протестировать рельсы. У нас 4 рельса впереди. Как это дело работает? Как это дело стреляет? Мы уже можем отсюда стрелять. Что такое-то? Это не то. У нас вот здесь вот рельсы. Черт! Найс! Слишком близко, мне кажется. У меня такое ощущение, что у него неуязвимость, потому что у него есть защита. Мы сначала должны снести вот эти корабли, а потом базу. По-другому, видимо, никак. Я не понимаю. Но их мы сносим просто бешено. Разнесли. Вот, теперь он говорит, я тебя научу хорошим манерам туда-сюда. Фу, понеслась. Да, верняк, именно так и работает. Торпеды приближаются. Ха-ха, найс! Это было четко. Ладно, не страшно. Щиты у нас с вами все-таки жесткие. Стой, 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 где-то вот здесь вот. А что, у меня автоматических турелек нету против торпед, да? А, я их выключил. Я их не включил, они на четверке. Черт! Вам плевать. Есть, хорошо, снесли. Мгновенная деконструкция достижения. Найс! Мне нравятся такие достижения, это весело. Это, как минимум, реально очень весело. Пушки сносят. Вау! Мое почтение. Ладно, хорошо, мне нравится этот кораблик. Он получается неплохим. Правда, он пока что из Наонита. Ну, вот эти вот пушки. Но я думаю, что мы... Сейчас не полетим в ту зону, где нас разносят. Спарин очищающий. Это все железо. Если что, мы с вами их разберем на все эти сервомоторы, сервоприводы и прочее. Из которых делаются пушки. С боссом-своксом есть одна маленькая хитрость. Он появляется в координатах. Я сейчас даже посмотрел Димина. 370-430 и только в пустых регионах. То есть, там не должно быть ни зеленой, ни желтой точки. И просто прыгаете по ним. И с каждым следующим прыжком шанс его найти поувеличивается. То есть, это... Ну, прыжков 5-6 делаешь и стопроцентно ты его получишь. Потом еще раз. 5-6 прыжков. Опять свокс. И вот таким образом, просто по пустым регионам можно прыгать. Давайте его сейчас пошлем. Быстренько. Быстренько его посылаем. Он говорит, сдохни. Все дела. 20 до него километров. Пускай поближе подходит. Так, мне нужно выйти на него так, чтобы нормально можно было стрелять. Вот десятка. Ну, неплохо так. Ха-ха, 3-700. Эй, 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 прикрытие, работайте. Все, свокса нету. Свокса разнесли. И вон с него всегда сиреневенькая падает эта штука. Ну, как понимаете, наши рельсы, они просто разносят. Эти пираты для них это пустое место. Единственное, что меня раздражает, что у меня автоматические пушки прикрытия не работают. Давайте его включим. Нет, в смысле. Я не знаю, они должны автоматически заработать же. А, стоп, они не настроены почему-то. Стоп. Защищай. Есть, хорош. Перегревается быстро, правда. У нас контракт выполнен. Найс. И это хорошо. Да, вот теперь они стреляют по ним. Ха-ха, господи. Какие же они крохи. Ну же, воу. Это неприятный. Как понимаете, я специально поставил очень мощные, очень-очень мощные щиты. И вообще хочу побольше сейчас нафармить этих турелек, чтобы сейчас уже больше сюда не возвращаться. Потому что это все-таки стартовые регионы, но вот эта вот система управления турелями, она просто шикарнейшая. До свидания. Она может быть только одна на корабле. Если небоевыми мы можем купить своими у торговцев, вот этих вызванных, то что я как раз перепутал, то эту только нафармить. Видимо. Ну, может быть, в более сложном регионе они падают, но мне просто не попадалось. В общем, теперь просто остается быстренько здесь пролететь. Как вариант, ну нет, я не хочу сейчас железо с них собирать. Груборудные утилизационные, точнее, грубые утилизационные лазеры, а не груборудные, они тоже забивают очень быстро трюм, то есть имя стоит добывать только там, где триней, ну, на анит, если он нужен. Нужно будет нормального шахтера организовать, сильного такого, который хорошо сможет там фармить. Будет ему не так опасно это делать. Вот для него как раз и вот эту легендарную штучку будем собирать, фармить тоже. Так, это что, у нас еще одна рельса, что ли? Сейчас посмотрим. Подожди, кажется, еще одна рельса выпала. Груборудные, ну, это железо, это мы с вами разберем. Автоматическая пушка прикрытия, превосходная. Болтер, толкающая, нистовый опустошитель, вот это, да, вот это выпало. Я себя все правильно понимаю, это такая пушка, которая очень серьезно тебя еще отталкивает, когда стреляет. Дальше, по деньгам, ты принес 2 миллиончиков. Молодец, 790 и просто шикарен. Он бабки здесь рубит просто шикарнейше. То есть, смотрите, 607 тысяч, даем ему 4 миллиона, он привезет 1 миллион 200. Ну, от 1 миллиона 100 до 1 миллиона 200. Так и зарабатываем. То есть, сейчас у меня опять 11 миллионов. Вот только совсем недавно у меня был 0, ну, там, 100 типа тысяч. Эти ребята полетали, шахты покопали, нужно сейчас, кстати, установить. Ну, потому что, как бы, хотелось побольше. И вот это сейчас быстро тоже соберу, все на разлом. Это все сейчас пойдет на разлом. А так, я сегодня зафигачил 20 миллионов на создание пушек. Хотел сегодня в этом выпуске заняться базой основной, но нет. Видимо, оставляем ее на следующий выпуск. Я сейчас еще немножко пофармлю вот эти вот системы боевые. Я специально для нее держу точку в субсистемах. Как видите, у меня здесь стоит боевая вот такая. Ну, вот мы с вами как раз нашли. Это не боевая. Вот, боевая плюс 10. Ставим сюда. Естественно, не съемно. Банц. Единственное, у меня есть небольшая проблема с артиллеристами. Они, конечно, крафтятся там, ну, в смысле, в академии изучаются потихоньку. Но все равно маловато. Так что, нужно будет этим тоже заниматься. Оружейку мы с вами, мы можем сейчас фильтрануть через триней, например. Посмотрим, что у нас с вами есть, триней. Чего, нету триней совсем? Вот так вот, нужно нормально писать. Силовое орудие, оно отталкивает. Антиматерия. 396, очень маленькая область поражения. О, груборудный копатель, эффективность 90. Да, вы, кстати, написали вам о поводу эффективной, неэффективной. Вот эта вот полезная информация. Спасибо, что именно вот это влияет на то, как они собирают. Ну, и как видите, все. Ну, что-то у нас с вами еще. Ксанион, может быть, из Ксаниона что-то завалялось интересное. Ксанион. Это у нас орудие против истребителей, это не нужно. Груборудный лазер, безупречный. Ну, вот видите, он на 80% эффективности. Но это Ксанион. Штука нужная. То есть, в принципе, поставим. Ладно, почему бы нет, пускай тоже стоит. Ну, и тогда, на самом деле, на этом действительно предлагаю завершить этот выпуск. Мы с вами сегодня очень много всего сделали. Просто огромное количество вещей. Корабли строили и потеряли, и защищали нашу шахту. Причем от очень большого нападения пиратов. А на самом деле, силы у нас были, ну, честно говоря, немножко неравные, мне кажется. А в следующем выпуске попытаемся поставить свою собственную станцию. Но на этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.